Пейпал запретил продавать на сайте вообще выставлять некоторые растения, в том числе ангелика-архангелика или дудник китайский. Он же донг-квай. Помимо этого есть такое растение, которое называется мукуна-жгучия, влияющее на несколько функций человеческого организма, в том числе на нервную систему, в том числе и на эндокринную систему. А также несколько других препаратов тоже запретил. В конечном итоге нам пришлось их выбрать. Пейпал разблокировал систему приема платежей. И теперь у нас будет называться порошок красный, порошок синий, порошок зеленый. Поэтому те, кто знают и имеет в назначениях препараты, обращайтесь, пожалуйста, к юлочке. Все есть. Но теперь под другими названиями и без картинок. Потому что наши дорогие друзья-глобалисты, они считают, что натуральными продуктами, а особенно теми, которые эффективны, супротив того, чем людей травят, не так нельзя людям предоставлять возможность быть здоровыми. Поэтому у них теперь есть специальные люди, которые ходят, шарятся по сайтам. Не то, что какой-то робот написал, конкретно человек написал. Виталик получил это сообщение, в этом сообщении написано по поводу того, что у вас, говорит, там есть такие растения, которыми нельзя, говорит, торговать. Нельзя, говорит, торговать. Почему нельзя? Платежная система никакого отношения ни к чему не имеющая. Она говорит, если не уберете, мы не будем вас обслуживать. Вот и все. Все просто. Вся система будет зажиматься через деньги. В связи с этим необходимо еще раз обратить свое самое пристальное внимание на некоторые очень полезные вещи. Надо не публично использовать, а на мотоцикл, а на мотоцикл, а на мотоцикл, а на мотоцикл, а на мотоцикл. То есть сюда его прикрепляешь, и голос снимается уже непосредственно. С гланд. С голосовых связок. Так будет гораздо эффективнее. Я посмотрю ларингофончик какой-нибудь. И думаю, что эту задачу мы решим. Можно будет вести стримы с мотоцикла. Я же его купил не просто так, а для путешествий. Поэтому будем ездить и будем беседы вести. И аудио, и видео. Ну а сейчас я рассказал то, о чем я собирался рассказать. Система PayPal восстановлена. Пожалуйста, можно ей пользоваться безо всяких сложностей, безо всяких... Пока, безо всяких сложностей, да? Пока ничего еще не придумали. Пока не придумали, что все растения будут еще. Кстати, клатримазол, ручные капли с клатримазолом. Это противогрибковое средство. Тоже запрещены, дорогие друзья. Ничего себе. Они там передолеты посылают. Сотнями. Тысячами передолеты посылают. А тут всякие сволочи клатримазол продают. Чтобы грибки в ушах не росли, да? Безобразие какое-то. Говорят, ай, вы нехорошие какие. Говорят, мы тут стараемся, трудимся этих. Да вы многих дебилов травим. А вы тут нам мешаете, Владимир. Говорят, сволочь вы какая. Нехорошая. Не понимаете, какое доброе дело мы несем в этот мир, да? Не понимаете. Вы понимаете, все понимаете. Но кто-то должен противовесовать вашим добрым делам. Дорогие друзья. У каждого человека есть возможность исцеления от хронических заболеваний, не излечиваемых современной медициной. Подробную информацию о записи на консультацию и о результатах исцеления пациентов вы можете найти в описании к этому видео. Благодарю вас за внимание. Пост Крипто пишет, чистить уши надо. А вы чистите, не чистите, либо вы оттуда не вычистите, мой дорогой друг. Поэтому, если уж они там начали росли, то это говорит о том, что с вашей иммунной системой не очень хорошо все. Вообще, когда с иммунной системой все замечательно, не пердишь, не кашляешь, грибы не растут ни на ногах, ни на руках, ни в ушах, ни в жопе, ни еще где бы то ни было, да? И все в порядке. Ну а как только и с иммунной системой не в порядке, тогда, значит, вот и беда случается. Я напомню, дорогие мои, что есть всего несколько аспектов, которые влияют на снижение функции иммунной системы. Итак, первое. Что мы едим? Какую дрянь мы всегда забрасываем вместе вот с этими АНС или как их называют Е? Потому что все это предназначено для снижения функции иммунной системы. Воздух, которым мы дышим, включая те химиотрассы, которые мы пуляем, жидкости, которые мы пьем, включая водичку из-под крана с астероидами, антибиотиками, так заботливо глобалистами туда добавляемой, рекламируемой мадам Попочкиной, на предмет того, что это же вся Европа так делает, значит, и нам надо бы так делать. Ну, понятно, откуда ветер дует и девушка, откуда приехала в Роспотребпозор российский. Это все ясно с этим делом. Ну и, конечно же, дорогие друзья, это электромагнитное излучение. Сейчас на каждом доме, если не стоит, излучатель, который ни разу не предназначен для сотовой связи. Это не его основное назначение. Назначение основное для того, чтобы снижать вам функции иммунной системы и впоследствии управлять теми, кто, так сказать, подал заявку на дистанционное управление. Вот можно так выразиться. Ну и, собственно, что мы думаем, дорогие мои, это основа. Если мы находимся в страхе, наши умники просаживаются. Ну и физическое воздействие. Дубиной по голове дарил, занес в мороз, набухался. Поэтому первое, что нужно делать, это очищать организм от токсина. Кстати, я уже и ранее говорил, я сейчас повторю для тех, кто не знает. На сайте Азия Биофарм есть комплекс для тех, кто живет в городах. Комплекс для очищения организма. Через полгода девственно чистые, как дети. При одном единственном условии. Прежде чем что-либо покупать и заказывать, прочитайте систему питания. И если по каким-либо причинам сказать, о, да я не хочу, да я не буду, да это, да ну, как это так, я не буду есть то, что я люблю, пиво пить, там, чипсы жевать. Тогда вообще никуда не надо ходить, ничего не надо делать, вам ничего не поможет, кроме, ну, гробика. Гробик поможет, назначен совершенно. Поэтому сначала читаем, смотрим, и после этого тихо, спокойно продолжаем жить. Правильно питаться. Смотрим, что нам потребно. В одном случае, это простая система очистки организма из тунбергии, лаборолистной, в сочетании с пшеничной травой. Как правило, среднестатистически на взрослого человека 3 грамма тунбергии, 2 грамма пшеничной травы. 1 грамм, я туда предлагаю добавлять спирулины, и это все в течение полугода принимаем 3 раза. Нет, пшеничная трава это не совсем пырей. И всю эту смесь мы с вами принимаем полгода, 3 раза в день, через 2 часа после еды. Вычищаем организм до детственного состояния при условии правильного питания. На ночь также 3 грамма трифола, все это есть у Юляши. Далее, помимо этого, теосульфат натрия кому можно, если нет противопоказаний. Многие знают, что за противопоказания. Тяжелые заболевания почек, болезнь крона или тяжелые заболевания желудочно-пишечного тракта, в том числе язвы, эрозивные гастриты. При этом теосульфат натрия нельзя. А так, очень даже нужно и очень даже можно и моча, и кал, и пот начинают вонять у особенно отравленных. Дальше. Прием вот этих препаратов это стандартная очистка. А есть еще комплекс для очистки, в том числе от того, чем передалет или ее сверху. Это широкий, расширенный комплекс, он есть у Юляши. В описании к этому видео есть у Юляши, он же телефон, можно и так и так. Плюс 7499-638-3184. Кому интересно перезвонить и она пояснит, что такое детокс организма в условиях города. Слово, вот эти вот пердолеты, слово мы убрали оттуда, чтобы не беспокоить наших любимых друзей. При помощи программы, которой мы с вами вещаем. Они же у нас там главные баламуты со всеми этими перезагрузками. Поэтому не будем их тревожить, чтобы у них там коломет не случился от наших слов. А то пить страйки там посыпятся, какая-то безобразие всякие начнут случиться. Не боже. Тут задали еще вопрос интересный по поводу клеща. Что делать после укуса клеща у ребенка 40 килограмм. Дело вот в чем. Если вы живете в клещеопасной зоне, вместо того, чтобы делать эти совершенно никому неизвестные защиты, которые могут содержать в себе все примерно то же самое, что и в очень распространенной рекомендуемой загублениями разных стран вот этими защитами. То есть вы можете использовать 3 грамма клетантиса, 3 грамма андрографиса и 2 грамма или даже 3 грамма барапет. Барапет это теноспора Крисп, теноспора Секцилиста. Смешиваете все эти травы, лучшими капсулами в травах, с водичкой, выпиваете ее в качестве профилактики, особенно в период, когда он у вас. При этом, помимо всей этой дряни с клещами, очень даже хорошо ваш организм избавится за это время от различных программ, те, которые называются распространенными заболеваниями. В том числе это герпес, в том числе это различные титы, гепатиты, в том числе это Эпштейн-Варк, в том числе цитомегаловирус. Ой, страшное название. Вот. Ну и безусловно, ББЧ. Правда, для того, чтобы совсем хорошо избавиться от вышеперечисленного, к этому нужно через час после приема пищи добавить споры трутовика лакированного или хотя бы экстракт трутовика лакированного в дозировке на взрослого человека. Один грамм, она толстяка, типа меня, полтора грамма. Тоже три раза где. Тоже после. Друзья, всех целую, всех обнимаю. Вот этот коротенький эфирчик я заканчиваю. Снимаю наушнички. Машина-зверь. Тысяча стопов. Ух. Ездил 205 километров в час. И еще запас, наверное, 280, наверное, пойдет. Я не пробовал. Пока ссу. Еще не освоил до конца. До новых встреч, дорогие друзья. Пока. Здравия тела и ясности ума. Аз есть мсущие здесь и сейчас делаю то, зачем существую. На экране информация о консультациях и способах связи со мной. Более подробная информация в описании к этому видео. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok